С возвращением, ребят. Ну что ж, друзья, у нас вторая карта на кэш, у нас уже идут ножи. Давайте прямо сейчас переходить к самой игре непосредственно. Да, да, посмотрим. И на ножах у нас уже большая часть игроков погибла. 2 на 2 ситуация. И синтетик против двух игроков CyberSport PL. Напомним, счет предыдущей карты пока не режется. Максим же выиграли со счетом 19-16. Дэнферно. Чей был пик пока непонятно, но мы это в процессе выясним. Ну и давайте смотреть, как же у нас команды отыграют вторую карту. Дэкэш, более такую динамичную в плане стрельбы. Я пождаю реально больше динамики, потому что тут особо не перетягиваешься, особо не пофейкуешь. Ну вот на таком уровне особенно. Напомним, что это Staff Cup, ребят, третий. Это битвы сотрудников организации. Как вы могли уже понять, это непрофессиональные команды. Если вы вдруг намереваетесь поставить на какие-то громкие теги, ну, али там... Virtus Pro, кстати говоря, да. Или что-то еще. И думать, что там будет играть Паша, Бицепс, Нео и все-все-все. Ну нет, на самом деле не они будут играть. Вот сразу разочаруем. Будут играть сотрудники организации, стримеры, новостники и так далее. Ну, у нас атака этим временем движется в сторону Апланта. Принимать их будет Хеннис и его товарищ Майки. Давайте посмотрим. Пока вот просто... Да, Пакси на хелпе у нас будет. Он играет пока мидом. Выход ожидается прямо с мейном. Подадим смок на погрузчик. И вот они киллы пошли. Хеннис. Есть киллы от Майки. Есть киллы от Хеннис. Уже 3 килла, 4 килла от Майки в этом раунде. Майки жесткий. Да. Первом же раунде квадрокилл от Майки. Сайберспорт ПЛ у нас взяли пистолеточку. Это очень важно на кэше. Где? Что где? Деньги. А, где деньги? Ну, я не знаю, где деньги на худе. Небольшая проблема с худом у нас, но это такое случается. Ничего страшного. Итак, ладно. Вернемся к игре. У нас Тэг Найн и вторая броня. И это выход на воплент. И это Эвил Скай, у которого сейчас будут, скорее всего, проблемы. Потому что он один, у него на холпе только товарищ. Если сейчас зайдут на плент, то они успеют его забрать. Нет, уже лопак, сил лопак забирать на сэвил Скай. Заходит уже на плент, ставит на воплент. Серьезная проблема, на самом деле. Да, действительно. И Хеннис уже выбирался. Потому что девайсы, которые выбрали ребята из Сэвил Спорт Пл. Синтетик забирает Хенниса. Не очень. Такая серия разменов. Два ситуации. Справляется, справляется. Очень красные террористы остаются. Оба на пленте. Афакси, Мил и... Сейчас Молтов очень хороший летел. Но, к сожалению, стукнулся об стенку и не долетел. Вообще гранатка хорошая. Одного она вынесет во любом лобо. Падает у нас. 3,5 кг вновь от Майки. И что ж, опасная ситуация очень была. Неплохое решение было от ребят из Майки Сэмужи взять Tech Nines, сыграть на пленте. К сожалению, все не так хорошо пошло. Потому что они сгруппировались в пленте. И были легкой целью для ребят, которые халпанули. Если бы они начали пробивать халпу с этими девайсами, если бы они начали занимать более выгодные позиции и разнообразные, у них бы все, в принципе, получилось. Ну, там непросто было занять халпу. Ну, конечно, конечно, непросто. Но, тем не менее, кило есть, бомба есть, экономика получше. И у них вновь халфбай такой вот небольшой. И они двигаются под б-плент очень аккуратно. У Дихтенса на этот раз более такой уверенный закут. Лобо опять забирает у нас Эвел Скай, на б-плент. 3 фраги есть. И XMG заходит у нас на б-плент. Винк стреляется с Солти. И Солти его убивает. Сейчас будет ставить бомбу, 4 в 3 ситуация. Апакси уже на девятке. И сейчас попробует выжить, прожить достаточное количество времени до прихода своих тиммейтов. И у него выйдет гранатка. И почти пол хпшки. Как нету. Как не мывало. Ого, забирает еще и Хенниса. Посмотри, вот сейчас позиции более-менее хорошие. Лобо уходит с тупой, минусует его. Однако, вот Вилла как стоит, как стоит Солти-Зеф. Апакси, да, спиной сейчас просто приземляется на тлент. Ой, на площадь. Это как раз те позиции, которые надо было занимать. Вилла. Майки, смотри, просто опять забирает троих, но не успевает раздиффузить бомбу. Квадрокилл опять от Майки. Майки очень зол после последней игры. Да. Видно, что он очень зол. Но стоит отметить, что позиции реально сейчас у MaxMG были очень и очень даже неплохие. Да, хорошо. Они не позволяли просто забрать всех одновременно. Ну, логично. Так, вставать, чтобы хотя бы разменчик был. Атаку, как я понимаю, намереваются сделать под B-Plant. Сейчас будет контроль карты, так как должно понимать в MaxMG, что у Северсор Пл эко. Ну, или, по крайней мере, фуллбай какой-нибудь там, волевушечка. Хеннис аккуратненько, аккуратненько сейчас в медле играет информацию. Там будет чек от Майки. А точнее, подсадили лолбом. И продвигаются ребята из MaxMG в сторону Аплэнта. Видимо, что у Майки М позволяет ему экономика делать вот такие вот закупы. Потому что он все-таки делает кучу-кучу киллов. Ну, и очень-очень интересный момент. Мог он сейчас обойти в спину всех. Однако решил встречать их лицом. Платился за это. Эвил Скай попробует сейчас делать килл в медле. Синтетик забирает его. Остается у нас только винт. И Синтетик делает 4 кило в этом раунде. Ну, достаточно просто расправляется с самими оппонентами, которые просто перетягивались. Ну, подались под руку. Ничего существенного. 2-2 счет. У нас сейчас будет, соответственно, эко. Скорее всего, полноценное от Cybersport.pl. Ну, а ребята из MaxMG попробуют поконтролировать, как я понимаю, опять вновь и выйти на Аплэнт. Поконтролировать карту, что логично вполне. Ну, и вот такой полупассивный показатель. Врыв в мейн вот была у нас от Cybersport. Да, Хейнис у нас забрал Зела. Ну, вот эти врывы, они, в принципе, контролируют сейчас. Тем не менее, даже несмотря на то, что убивает, кто-то падает от MaxMG, все равно контроль карты позволяет делать какие-то разменчики. Это очень хорошо. Лолбот сейчас сможет поплатиться, его забрать. Могут спину, а он ее не чекает. А Эвол Скай просто из-под тишечка пытается с ЮСПРа стрелять парней на платье. Причем Лолбот должен был понимать, что такая вероятность есть, но, к сожалению, не обратил внимания. Синтетик у нас забирает винта на Б, а тем временем мы уже передвигаются ближе к Эвол Скайу, начинает перестреливаться с ним и Лолбот его в спину забирает. Третий у нас раунд в копилочку MaxMG уходит, и видим, что в атаке ребята себя чувствуют более-менее комфортно. В Диффенсе небольшие проблемы были изначально, потому что закупились они не очень хорошо при условии какой-нибудь форсбая, и вот эти проблемы в экономике потом сказались. Потом были фомасы, потом был слитый раунд. Сейчас полноценная закупка у обеих команд, есть даже какая-то раскидка у Диффенсы, не очень богатая. Не очень богатая, она будет, вот у меня такое подозрение, всю игру вот такая, не очень богатая. 2-2 разделились у нас. Майки забирает Зеву. Ребята, да, Майки очень хорошо, кстати, через дым забрал Зева. Это, причем, просто был прострел на тайминг, то есть, ничего такого было. Вряд ли кого-то слышал, потому что передвигались ребята на шифтах. А помнишь, был у нас какой-то американец, который просто какие-то страшные вещи делает, и его, по-моему, даже за читерство. Ну, то ли за читерство, то ли за то, что он профессионал какой-то такой, типа, жесткий совсем, и играет в команде, на самом деле. Про серию. Тем временем у нас осуществлен был заход сейчас на... На Б-плэнд. На Б-плэнд. И, в принципе, в принципе, выбивать тут особо нечего. Ну, Хэннис через гараж в спину идет на Б-плэнд, решает все-таки идти, что... Все зависит от него, есть пилы бунда. Киберс, сайберспорт. Ну, вот, особо его никто... Угу, соленый. Особо его никто соленый. И второй тоже у нас парень, Майки, решил проверить, как оно, чего будет. Лол, бо. Разбирается с ним. Расстрелялись немножко, Майки с МЖ, это заметно. После первой катки, такой упорный. Плюс они на морали сейчас, они выиграли первую карту на овертаймах. Ну, а вот у Сайберспорт потеет только Майки. На самом деле, у него 12 фрагов, у остальных игроков у Винта и Хэнниса по 3. И у Апакси, между прочим, 0. Ну да, и опять же, смотри, попытка агрессии в мидл. Вот первый фраг от Апакси. Но в меньшинстве, в меньшинстве уже оказывается изначально у нас ребятки из Сайберспорт ПЛ. Виллу так аккуратненько спер плент. И втроем сейчас на миду бегают у нас защиты. И ничего уже не могут, в принципе, сделать, потому что вот сейчас их будут... Там синтетика еще заходит в спину. В общем-то, все очень плачевно. И Салти с Виллы выходит у нас на плент. Сейчас будет ставиться бомба. Зеф сейчас будет чекать мидл. Ну и синтетик сейчас просто... И как жестко Апакси сейчас его забрал. Эвел Скай остается 1 в 3. И вряд ли он что-то такое сможет совершить нереальное. Смотри, Салти и Эвел Скай. Забавно. Боже. Эвел Скай такой, кто-то на мне стоит. Салти, наверное, очень расстроился, да, и в спину его синтетик забирает. Это была очень смешная картина. В этой ситуации, когда ты падаешь с чуваку на голову, не можешь его зарезать, вот это обидно. Да, Салти пишет, типа, да, реально, типа, было очень странно. Что ж, 5-2, Майк Синджи за атаку на кэше, как мы говорили, эта карта будет более динамична, скорее всего. Вырывается вперед и пока что лидирует абсолютно. Апакси сейчас попробует на Б-пленте встать СОП в щель, вот так вот смотреть на информацию. Первый килл не зашел, точнее, не первый килл, первую сторону никуда не попал. Ну вот раздражает его террорист, бегает туда-сюда, положили дым Апакси, Апакси, в принципе, закрыли. Майк тоже хотел с ОП играть, в 2 АВП на кэше играть, в принципе, реально. Единственное, что нужно попадать, Апакси делать килл на... Да, он забирает синтетика. Синтетики, да, и у нас, в принципе, все уже получше. У Диффинса с этими АВПерами. Единственное, что я не очень понимаю, как Лолбо собираются реализовывать свой ОВП. С ним никто не видел стреляться, забирает. Он Апакси, божечки, ну как же так? Мидл же никто не смотрит, что ты так под кишкой стоишь. Итак, у нас на... На Б-плент собираются выходить ХСНГ. Да, ну и Лолбо, соответственно, сейчас будет заперт. Он будет заперт, уничтожен, если только, да, не выйдет вот так по агрессию. Лолбо очень агрессивно старается играть, но он перетягивается на плент. Салти сейчас тоже должен проходить на плент. Ой-ой-ой, как жестко сейчас, как просчитались Диффинс. Надо же было кого-то запускать понизу. Нельзя было давать проходить АВП в плент, ни в коем случае. Надо было в дым заходить. Лолбо убивает еще и винта, господи. Лолбо уже 3 килла в этом раунде, и вполне может сделать он еще и большую работу в нем. Хеннис перетягивается на плент, это забирает он Салти, да, и остается Лолбо 1 в 2. Очень опасная ситуация, очень агрессивно играет Лолбо. Есть килл, можно сделать Эйс, и неужели он его сделать, не может залезть Хеннис. Одну пульку все нужно было сейчас Лолбо, чтобы сделать Эйс, стать героем раунда. Однако, однако, Хеннис еще успевает Диффузить. 5-3 становится счет. И это больше, наверное, неудача Лолбо, что у него закончились пули ВВП, патроны, нежели какой-то успех дикий от Cybersport PL. Потому что, если бы Cybersport PL не делали ошибки после изначального размена, у них был вообще все отлично. Там были красные игроки атаки, там было абсолютное большинство, 5-3 они оставались, напомню. И если бы они не совершали какие-то глупости, они бы вообще B-Plant не запустили к себе. Итак, к Апленту у нас движется, как вы видите, атака. Моментально просто получается все с Лолбоем, и Хеннис просто не оставляет шансов, просто прошивает его через крипов. Продолжается такая попытка выхода на Аплент, Салти забирает Майки. А вот бы упал. Хеннис перетягивается уже Апакси и Эволскай к Апленту, Хеннис забирает Салти. Ой, хорошо играет Хеннис. Минус 3, и того минус 4, да, он делает. В принципе, и надо дать ему убить еще и синтетика, и будет эйс, можно будет сделать хайлайт. Хайлайт, да, хайлайт, да. И он это делает, да. Ну, на самом деле, не самые красочные киллы. Не, неплохие киллы, вот эти вот секвенции, вот такое вот слово. Когда он забрал троих, трех игроков в намейне, очень неплохая была. В принципе, там подмонтировать что-то еще, прям муйки-демпки. Подвырезать. Подвырезать, да, ну, конечно, никто не будет смотреть, как он ждал. Эффектов добавить. Эффектов добавить, да, взрывы, кошечек. Музычку классную подобрать. Синтетик, тем временем, у нас с тиммейтами пытается сейчас фастануть. Аплент. У них это, в принципе, получается. Лежат молотовые, там горит все. А их подзадержали, однако, но им вполне удастся сейчас вылететь на двух игроков. Вилла с АВП забирает апакси, выходит под Б. У нас в XMG. Вилла с АВП синтетик, летает, не замещает, в принципе, голову. Вилла с АВП двоих на планете. На планете еще находится зевпинт, и его тоже забирает. Остаются двое, Лолбол и Вилла. Продолжает выход на Б, здесь Эволл Скай один остается. И Лолбой идет прямо к нему, и сейчас будет встреча. Эволл Скай справляется с Лолбол, и Вилла остается один в три. Уже с гаража к нему идет майки. Вилла у нас смотрит Эволл Скай, и их АНС очень ледный. Нож можно делать сейчас, можно делать нож. Вот сейчас майки, майки идет, идет в спину. Его не услышали, даже не услышали, но все равно. Забрал майки АВП себе. На 5-5 становится счет, вот так неожиданно. Вилла очень хорошо сыграла на планете, на самом деле там ошибочки совершили XMG. Ну там по стрельбе много косяков было, честно говоря, потому что была информация о нем по-любому, ну, вряд ли ее не было. И не заметил просто синтетик, видимо, был в расфокусе небольшом. Когда выходил на него. Итак, у нас быстрый влет на мидл. Это полубай от Майкс МГ. У них теки, у них броня. И, в принципе, это оправданная ситуация на Кэша. Эволл Скай сейчас будет их принимать. А он не ожидает такой темы жесткий. Нет, даже не он забирает виллы, забирает с боевой и забирает Тэволл Скай. Так, у нас влет на облайн. Есть киллы. Причем, ну, опять же, ну... Просто задавили сейчас. Такая же аналогичная ситуация, как у них была на Б-планте, когда они атаковали просто Эверсорт Пелл на Инферно в прошлой карте. Они также влетели, с теками раздали, и, ну, те не смогли выбить плент. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас есть все шансы выбить плент. Вот Майк еще просто выкурил, да, у нас салт. Он остается один против Синтетика. Это два фраг-лидера обеих команд, но как бы сейчас будет такое противостояние прикольное. Знает, Майки, где находится у нас Синтетик и... Ну, тут разводит на бомбы, конечно, на диффуз. Чек идет стабильный. Ой-ой-ой, как хорошо мансует. Синтетик и Майки все-таки забирает. Изи для Майки на самом деле. Да. Майки очень аккуратно сыграл, все очень правильно сделал. Майки, 16 на 6. Не успел он. Что? Не успел просто, просто не успел. Тем временем у нас не очень хорошо в экономике у двух игроков. Сайперспорт ПЛ. Им могу дать дропы. И, в принципе, да, в принципе, ладно. 6-5. Дропы, причем, смотри, какие интересные. Апакси дали. Классную пушечку. Очень, скорее всего, он дал дропы и скинул АВП. Ну, ладно. Агрессия от Майки с АВП в мейне. Майки очень рискованно сейчас играет. Очень рискованно. Но есть за ту информацию, что в мейне куча народа была. Зев должен был его забирать сейчас. Зев просто не среагировал. Апакси реализует свой девайс. Несмотря на то, что это, ну, очень интересный девайс. Лолбо тем временем воюет на б-планете. Соло просто. Соло воюет. Соло гейминг на б-планете. Лолбо. Ну, продержится, скорее всего, на п-планете достаточно. Да, уже бомба стоит. И, ну... Лолбо забрал Левел Скай. Ситуация 3-3. Очень красный салти. С одного направления идут все игроки Диффинса. И в этом может быть проблема. Диффинс будет просто выходить. Да, Лолбо убирает винта. 2-3 ситуации остается. Нет никаких гранат. Лолбо уже в который раз делает килл. Минус 3 от этого игрока в этом раунде. Стоит абсолютно белый от своих пушей. 4 килла от Лолбо. Просто Mike's MG реально расстрелялись. Ну, вот сколько уже за эту игру было? Минус 4 и даже ace был, да? У тебя очень много работы, мой друг. Да. У нас, кстати говоря, по хайлайтам был такой разговор, что особо никто не заинтересовал в них. Ну, посмотрим, конечно, посмотрим. Итак, у нас Mike's MG решает. От финального мувика. От финального мувика, да, вполне. Ребята, с Eversword.pl у нас Аркадий с B-pland там. Их контролирует. Зев делает 2, в принципе, киллкает нормально. И, ну, быстрый сейчас должен быть plant на A. Ну, нет, бегут они на A, потому что, ну, какой смысл дойти на B? Нет, понятно, быстрый план на A сейчас будет. От Mike's MG, это логично все. Поставить бомбу. Вот у винта есть АК. Ну, я бы сказал, что можно даже засейвить, честно говоря, потому что, ну, против четверых. Не, ну, нет, понятное дело, что им они туда не надо идти. Но они пойдут. Evil Sky попробовать себе намутить девайс, это вполне оправданно, а вот винту надо просто жить. А винт хочет помочь, помочь намутить. Он намутил и себе девайс, и друг сейчас попортит жизнь. Не, нормально, винт. И сон ты сейчас должен забирать у нас его, да? Я тут, кстати говоря, уверен такой походкой. Сейчас он сделал килл и пошел такой, ща. Нормально все будет, ребят. Дал я килл. 8-5 в пользу XMG. XMG продолжает брать раунды за слабую сторону на этой карте. Причем, ну, на самом деле, слабая или сильная сторона, это очень спорный. Когда-то давным-давно, год назад, полтора, реально, атака была слабой и на кэше, и так далее. Играть мало кто умел, но вот из-за такой вот, не знаю, агрессизации, может быть, какой-то там больше просмотра демок, игроки научились играть за атаку. Опять же, тут такой уровень, который, знаешь, может... Ой, как Майки сейчас просто разминулся. Неужели он не видел Виллу, господи? И Вилла сейчас просто вышел и убил Level Sky на халяву. Еще и Майки в итоге забрал. Да, это было. Это просто поплыли, ребята, называется. Ребята поплыли и приплыли по ходу дела, потому что сейчас 9-5. Сейчас очень интересная закупочка будет у Диффинса Фомасы, у МПшки что-нибудь такое. И вполне вероятно, что это 10-5. И если пистолетку возьмут Майк Цюнджи, совсем будет плохо и тяжело ребятам из CyberSport PL. Потому что первую карту они проиграли, сейчас они проигрывают, причем достаточно серьезно. У них не получается реализовать раунды свои и так далее. И вроде как они сравняли счет, но и опять качели, опять 5 раундов в пользу ребятам. Два килла уже делают ребята, Апакси забирает одного игрока, и Майки забирает Вилу на Аплэнсе. Поторопились, поторопились. Майки-синджичники там абсолютно точно, можно сказать. Причем и Майки-то ошибки, да, там В-250. Лолбоу у нас тем временем агрессирует в мидле, пробует пройти, забирает Апакси, и спокойненько разбивает кишку, проходит на Бет, там зау встречает Винт, Винт делает еще один килл, отличный играет с ПМПшкой, такой вот недооцененный девайс, который... Стрелится один Солти с бомбой под бэклантом, его закрывают со всех сторон абсолютно. 2 стрелка идет с Хэннисом, и Майки-синджичник его расстреливает. 9-6 по поводу сторон. В любом случае, если есть карта, в которой жесткий дисбаланс, который когда-то был кэш, так или иначе, команда всегда ищет способ того, чтобы переворачивать этот дисбаланс, потому что раунды-то надо как-то взять. Кстати говоря, почти 20-ка настрелял Майки, несмотря на то, что у них 6 раундов всего, да? Нет, Майки очень хорошо отыгрывает. Вот если бы, допустим, у Сайберспорт был бы еще хотя бы примерно такой же Майки. Но Апакси, знаешь, вот на Инферно он так же примерно играл, а вот тут он совсем не так. Вот на кэш он что-то поддал, да. Видимо, Инферно и кэш как бы разные карты. Может быть, Апакси старыш на разных позициях играет, да, и так далее. И не любит кэш. Сейчас может быть, на самом деле, такая тема, что Апакси за атаку начнет раздавать, потому что он с калашами за атаку убивал очень много на Инферно. Им на энтри фрагов давал и так далее. На ребрах. Смотрим за пистолеткой. Есть один тег, есть человек с броней без тега. Интересная заготовочка. И Майки сейчас собирается бросить какой-то дым отрезать. Ну, я так понимаю, что это такая заготовочка на сплит B через кишку, ну, middle, и выход такой вот дефолтный. Вот тут стоит в интересной позиции синтетик. Его включу, пожалуй. Он забирает одного игрока, слышит всех остальных, информация есть, должна идти халпа. Синтетик как-то в таких условиях еще выживает. Выходит у нас оставшаяся часть команды Cybersport PL на B-Plant и, ну, разбираются с ними, разбираются без всяких проблем. Будет установлена бомба, даже нет. Мы не дали установить бомбу. Cybersport PL упускает возможность зацепиться с самого начала за пистолетный раунд. 10-6 и вполне вероятно, что сейчас придется ребятам из Cybersport PL делать несколько эко подряд. Немножко такая рассинхронизация в действиях была, поэтому люди на B умерли раньше, чем мы успели помочь. Да, но тут как раз вся тема была в том, чтобы с медла начали экшен, ребята. Да, да, да. И отвлеклись на кишку парни, которые контролили B-Plant. Кстати говоря, вот сейчас улетели как вот по царству. По царству и залетели на B-Plant, прямо вот зеркально зашли в той ситуации, которая была, когда играли за защиту Cybersport PL. Майкс Мжи точно так же влетали с атаками, точно так же их разваливали. Но это, в принципе, минуса. Это деньги, это установленная бомба. Это тачдаун раунд, который мог закончиться как угодно, если бы игроки делали киллы и дальше. Ну, то есть, сейчас будет закуп, и вполне возможно команды начнут борьбу на равных. Сейчас мы это увидим. Майки, да, есть бай, есть калаши. Майки берет ампишку. Не, майки... И мускин или калашик, да. Да, поменялся. Ну, логично. Команда осознает, да, что фраг-лидер должен ходить с хорошей пушкой. Кто тащит и кормит. Эвил Скай и компания движутся в сторону аплунта. Это, в принципе, оправдано. Оправдано. Во-первых, аплент не всегда... Лолба просто моментально сначала сильно косует майки, оставляет ему 12 хп, просто убивает потом его. Ну, вот сейчас будет желава туда сайдер с портами. Апакси как раз... Смотри, ему дали калаш, он начинает давать антрефраги. 2 кила уже есть, пошел резать хелпу. Сейчас спокойненько, если пройдут на аплент, заберут оставшегося игрока. Могут вернуться на б. Сейчас оправдаю 3 килл. Да, в принципе, есть шанс заходить на б. Но достаточно правильно решение принимает у нас Саберспорт, потому что Синтетик остался на б-базе, у него такая позиция... У него хорошая позиция, да, он особо ее не палил, и поэтому мало кто узнал о ней до этого момента. Он может давать с ней укиллы. И Солти просто на растерзание сейчас на апленте находится. Он может побороться, он его сбирает в хене с тем временем. И Синтетик, Синтетик пойдет тащить, скорее всего, пойдет тащить, пробует. Есть красные игроки, поэтому вполне вероятно, он может что-то сделать тут. Итак, за погрузчиком парень, за дальним ящиком и в скрипе. Что у нас будет делать Синтетик? Забирает одного. Пойдет забирать второго. Увидит, да, есть. У него есть Диффузы. Просто видит какой-то. Развод на Диффуз, откроется скрип, он стрельнет туда и заберет последнего, скорее всего. Да, да, да. Слушай, но Винт сейчас просто сам головой своей напрыгнул на пулю. Ну, такой есть. Бомба на последние секунды Диффуза. Что можно тут сказать? Тут нужно было игрокам, после того, как он сделал первый килл и открывался на второго, либо выходить на размен, либо игроку за погрузчиком вообще никуда не лезть. Потому что, ну, в ситуации, где парень твой играет в скрипе, в закрытой позиции он не сможет тебе помочь ничем. Он не сможет тебе никак помочь. Тебе не надо умирать. Тебе нужно играть как раз от этого чувака. Он должен был открыть дверь и когда... Да, точно верно говоришь. То есть, ну, то есть, это такие базисные вещи темплая, которые ребята упустили из-за нервов там и так далее и проиграли раунд сейчас 12-6. Обидно. Обидно должно быть ребятам из CyberSport.pl. Итак, у нас контроль карты от представителей CyberSport.pl, OpenFrag есть на паксе, размен от синтетика и продвижение от Маки в скрипе. Маки сейчас должен, по идее, что-то устраивать, потому что Хеннис в это время забирает лолбу на Б-планете, остается один синтетик, синтетик продолжает с выходом на Б-плент, синтетик забирает двоих просто в параллель стали террористы. очень, опять же, рассинхронно все вышли, все сделали. Ну, вот с бомбой, который уже лежит на Б-планете, трудно что-то поделать будет. Однако у синтетика всего лишь 8 хп. Это раз. Да. А два, против них остался неплохой парень, который очень хорошо стреляет и, в принципе, у него есть шансы, но у него не очень много времени. Да, ну, мы можем наблюдать очередной клатч, грубо говоря, и, ну, давайте смотреть реально, что Маки сделает. Убирать красного, белый уходит, уходит, и один в один ситуация, один в один ситуация, которую можно брать. Брать, которую нужно, потому что 6-12 и очень плохой счет, очень плохой счет, нужно что-то решать. Но нет. Очень неправильное решение сейчас принимает Маки, делает очень ненужные лишние движения, очень опасные, и из-за этого наказывается. Мог бы мансовать дальше на страйфах, но взял, запрыгнул. Взял, запрыгнул, потерял скорость, потерял позицию, и все. Все потерял. Открылся полностью, грубо говоря, даже для страйфа за ящик, за небольшой угол. Ну, ничего не поделаешь. 13-6. Проблемы с деньгами у атаки. Атака сейчас попробует залететь на Б-плент, на шару, как она это делала до этого с Технайнами. Однако Синтетик контролирует сразу же этот раш. Есть информация, однако Синтетик умирает. Салт сейчас должен как-то принимать, а нет, не Салт, и, конечно же, Лолбо и Сев принимают эту атаку. Отлично, смотря, Лолбо зашел сейчас под двум оппонентам. Бомба ставится, и вот тут Майки может разыграть, он забирает на холпе одного, забирает еще и Лолбо, и 2 в 1 остается Вилва. Осталось очередь защитить этому игроку. В принципе, знает, где один, знает, где другой, и есть шансы. Ой-ой-ой, Майки, как-то открылся, дружбан-то. Боже, сейчас мог защитить раунд Вилла, красный Хеннис оставался, но... У Виллы был момент, в принципе, когда он мог просто сделать несколько шажочков назад, перезарядиться, и выйти еще раз на этого парня. Но нет, пистолет, бой, и... Нет, даже были все шансы сейчас просто забрать с одной пульки, там красный очень был игрок, и Майки открылся вот таким вот образом информацией, да, там, сыграл не очень аккуратно, но все можно было делать. В принципе, теперь эко, эко у Дефенса, и атака, атака заходит на Б-плен. Что ж, давайте смотреть, как оно все будет. под флешку вывалил, вывалился Вилла под такой, да, занятная, сомнительно занятная. Прикольная флешка, но она не удалась. Ну, идея, видимо, была такая, что сейчас вываливали толпа народу, я кидаю флешку, вы убиваете их, пытаетесь, по крайней мере, но он кинул ее, во-первых, поздно, во-вторых, даже чтобы самому под нее сыграть, ну, уже тайминг прошел абсолютно. Лолбо забирает калашик и засейвит его, скорее всего, да. Почему бы и нет. 13-7, сейчас будет счет 13-8, ребят, и, ну, как мы видим, Лолбо опять фраг-лидер в своей команде. 28 килов на данный момент, 26 килов у Майки, он абсолютный фраг-лидер. Сайберсворд.пл паузу просят ребята из Сайберсворд.пл, не факт, что это какие-то проблемы, не факт, что это просто не тактическая пауза, поэтому давайте напомним о том, что, во-первых, этот ставкап у нас благотворительный и напомним номера, на которые вы можете помочь, помочь благому делу. Вот такие вот дела, ребят. Пока что есть пауза, по-любому можно посмотреть, во-первых, и посодействовать благотворительности, во-вторых, обсудить, что же будет дальше. 13-8 сейчас такой момент, где закупочки, в принципе, должны быть у Дефинса, хотя бы какие-никакие, они могут рискнуть и закупиться. Они могут закупиться или нет? Будут, нет? Я бы не стала. Ты бы не стала, окей. То есть, в принципе, у тебя есть запас по раундам? Да, запас по раундам есть, тут можно спокойно сейчас отыграть еще одно эко, попробовать на эко что-то сделать, причем они форсанули немножко в плане того, что взяли 5-7, взяли дигл уже как минимум, то есть мы видим, что ребята попробуют на таком форсбай что-то сделать, и если сейчас они сделают эко, у них будет полный закуп, и, соответственно, гранаты, все дела, они спокойненько додают. Они могут еще попробовать как-нибудь разыграть это эко, чтобы по максимуму, скажем так, реализовать, убить как можно больше людей, а может быть даже взять раунд. Ну, я так вижу, что 5-7 на 3 штуки, они могут быть в агрессии сейчас. Давайте смотреть, пауза снята, понесся дальше матч, очень радует, что ребята реально очень все быстро решают, все свои проблемы, все свои тактические паузы, даже если они были и это атака через мидл, аккуратный заход под два смока дефолтных через зигзаг и кишку, скорее всего, на какие-то entry-фраги работа. Вот Апакси, смотри, вот, сыграл в дыму, получил по голове, сразу же Зеф его забирает, и в это время оставшаяся команда террористов просто уходит через мид и заходит в спину. Смотри, Солененький сейчас мог столько спин собрать, к сожалению, его прочекали. Это карма. Это когда у тебя, точнее, перед тобой куча спин, ты просто не знаешь, какую выбрать. Не, он знал, скорее всего, какую выбрать, но он стрельфанулся справа, где на него надвигался, соответственно, игрок, который его чекал, но просто не пересчет. Перестрелял. Опять же, сейчас, лоу бы, если все грамотно сделает, он засевит АК, может быть, даже пару киллов даст, чтобы ухудшить экономику оппонентов. 13-9 счет будет, и три раунда до победы это не так много. Всего лишь нужно отбить три атаки. Главное, их отбить. Отбивать мы видели, что Майкс этим же умеют. Ребятам единственное, надо разобраться, что делать с медлом. Потому что сейчас единственная дыра на карте, если вы его видите, на мини-карте, обратите внимание, в середине раунда, скорее всего, в свой взгляд, у них сейчас будет такая вот дыра, которая несколько раундов у них была. Туда идет лоу-бо. Включи карту, давай посмотрим. Сейчас туда идет лоу-бо. Я про это говорю. Сейчас туда идет лоу-бо, до этого там была дырка. Они через нее играли, несколько раундов у них получилось делать киллы, развязывать, разыгрывать и так далее. Сейчас очень опасная ситуация идет... Вилла тоже занял скрип на Аппленте. Сейчас сложная ситуация в том, что у него АВП, понимаешь? Если он, как ты видишь, оттягивается, сейчас полетят смоки, он мало чего сможет сделать, мало как сможет хлопануть Аппленту. Но, по крайней мере, лоу-бо понимает, куда дует ветер, и что, скорее всего, это будет Бэплент, потому что отрезают именно его, и именно туда идут у нас террористы, и вот сейчас... Очень хорошая раскидка, отмечу, что вот в Сайберспорт ПЛ есть разменщики 2 в 2, и остается у нас команда пока на равных. Майки делает киллсалт, и остается один, и вот оно, что, опять же, сыграло роль. И его не ждут, пока вот сейчас только Хэннисда начинает его смотреть. Но он красный, опять же, это опять клатч раунд, и сейчас выиграет Сайберспорт ПЛ. Опять же... 30 хп на двоих. Если бы через мидл не дали бы пройти, не дали бы вот начало этих действий, и на б-планке играли бы более агрессивно, потому что в чем сейчас косяк, да, в чем проблема Макс МГ, к ним приходят ребята из Сайберспорт ПЛ практически вплотную раскидывают все и выходят. Если они будут занимать более агрессивные позиции, а даже... Смотри, подсадка на подсадку. Да, вот сейчас подсадочка. И вот смотри, вот сразу же, сразу же вот агрессия, которую не ждут Сайберспорт ПЛ. 3 кила, просто Салти в спину собирает, там ничего не понимают Сайберспорт ПЛ. Откуда, откуда такие вещи. Солббот тоже размансили. Эвол Скай остается один на пакси, с плентом на А, он просто бросил всех и убежал с бомбой на плент и будет сейчас отстреливаться. Знаешь, там клатч оркик такие темы. Ну вот сейчас должны его, да, толпой задавить и давят, и 14 раунд берут, и это эко на ровном месте сейчас просто Сайберспорт. Сайберспорт ПЛ не такая команда вот по их игре можно было понять, которую нужно удивлять, которую нужно постоянно останавливать в их заготовщиках. Винт даже хвалит своих оппонентов, говорит, фэл плайт, все правильно сделали ребята, сделали, а просто агрессию. Агрессию от Диффенса, который очень часто на профессиональном уровне оправдывает себя и так далее. Вот сейчас Лолбо на самом деле просто ну очень сильно нафейлил, нафейлил, да, у него осталось 8 хп, он практически не жилец, как бы если он не в том месте будет пробегать и случайно попадет под осколочную гранату, ему просто будет конец, и он уходит подальше просто в угол на планте прячется. Ну правильно, в принципе, пару спин соберет, будет уже пользоваться. Апаксия, смотри, в наглую, просто уходит на мид, нанусует он соленого на планте, там еще 8 хп, лолбо, боже. Серия разменов, большинстве у нас атака, вновь... Апаксия просто в миде ходит с бомбой. Так вот, да, проблема в этом. Обычно как занимается, да, в последнее время на кэше? Обычно бьется кишка, туда подсаживается щелк до пунта. Другой щелк остается в упоре. Ну что ж, серия разменов у меня есть, и влск остается один, однако, ну вот, дырка в миде, она работает в Северсорт ПЛ. На руку, на руку, на руку, такая вот игра оппонентов. Эволскай один в два, клатч опять очередной, бомба валяется между двух оппонентов, соответственно, он может пройти, спокойненько забрать парня в миде или в пленте, а потом уже разыграть. У нас подлак, зерк справляется стрелебой, 15-10. В раунде от победы оказывается Майкс МДжи, при том, что у их противников эко. Ну, форсбай, конечно же, потому что это последний раунд. У них нет эко больше. Ну, как, у них на последние деньги закупь, раскидочки нет, они сейчас попробуют, соответственно, что сделать? Попробуют либо разыграть через минвал, либо пойдут на бплент через сплитон. И кем будут разыгрывать через минвал? Вилла, да, у нас просто за Аркадий Лумейн забрал Винтера. Небольшая агрессия, то, что нужно. Шансов у Cybersport еще меньше. Ну, в принципе, с бомбы идут под Аплент. команда Cybersport, Майки, он сыграет под бетом три человека. Майки сейчас попробует сделать синтетик, ну и что, что будут перетягиваться у нас XMG под Аплент. Безысходность, честно говоря, на такие раунды, когда вот видишь, что со всем команде уже ничего не светит. Только чудо. Только чудо, только суперкилы. Потому что выйти из скрипа вдвоем, когда твой чел один выходит с мейна, это очень тяжело, без раскидки. Это нет, это нет. Так вот, если флэш, да, вот сейчас была хорошая Eagle Sky, забирает Салти и Виллу, забирает Eagle Sky и Кеннис. Забирает Виллу два, три ситуация. Проблема, опять же, что они красные опять оба, и, ну, у Лолбо и компания, я думаю, никаких проблем. Одна гранатка, второй запалился флэшкой, о чем, вот, я вот иногда говорю, что... Да. Да. Изи раунд. Гэгэ, XMG. Результат, ребят, XMG проходит своих оппонентов из Cybersport.pl, ну, что сказать, да, ребята уже играли на ставкапе, в принципе, знали, как им нужно готовиться, я думаю, что они как-то хотя бы собирались, играли, и какая-то минимальная подготовка им дала возможность победить на двух картах подряд, причем на первой карте они победили через увертайм, это была волевая игра, 16-9, не инферно, да. Да, 12-16. 19-16. 19-16. 9. Я перепутала циферки. Одно не хватило. XMG у нас проходит дальше и встретится уже в финальной игре с победителем пары G2A.com против Fragbyte. Сэр. Из Швеции, друзья. Из Швеции, друзья, да. Но у нас небольшое изменение в расписании, если вы обратите внимание на экран, Gamer's.com Мальта будет играть на следующей игре против NoobTubes. NoobTubes это кто? Кто? Сборная ютуберов. Ну, это что? Да. Как раз где, по-моему, там твиды и всякие такие ребята, если составы нам выйдут на экран, мы сейчас посмотрим, кто же эти замечательные парни, NoobTubes. Ну, в принципе, матч будет интересным, но неплохо было бы посмотреть на наших ребят тоже. Единственная, получается, игра, которую мы видим СНГшников, это будет игра Game Show. Она будет после, соответственно, вот этого матча, который перед вашими глазами. Но этот матч стартует у нас в 13.30 по ЦЭТ. Обратите внимание, что это именно центральноевропейское время и в Москве он будет в 15.30 через 25 минут. Соответственно, пока у нас небольшая пауза. Обратите внимание еще раз на те номера, куда вы можете отправить свои средства на благотворительность. Благотворительный фонд. Да. Благотворительный фонд, ради которого все это устраивается. Ради которого это все устраивается и это реально такой прецедент в киберспорте, где благотворительность это реально самое главное. Шоу и благотворительность. Мы смотрим и наслаждаемся матчами, денежки идут на благое дело, что может быть лучше. Да. Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам буквально минут через 15. сетя. До новых встреч.